Здравствуйте! Сегодня я, Ольга Белозерцева, и мои коллеги познакомим вас с последними новостями города Латкарина в этом выпуске. Выборы губернатора Московской области в Латкарине. Праздничный концерт ко дню воинской славы. День Российской гвардии в парке «Усадьба Латкарина». Юбилей Всероссийского общества инвалидов. Новости спорта и многое другое. В воскресенье в Подмосковье выбирали губернатора. О том, как в Латкарине в этот день прошли выборы и многочисленные праздничные мероприятия – наш следующий сюжет. «Снежная королева», «Змея Горыныч», «Буратино» – эти и многие другие персонажи, словно по велению волшебной палочки, перенеслись из известных сказок в парк «Декамир». Вот мы входим в парк и как будто попадаем в лес. Сегодня вообще хорошо так сделали некоторые какие-то мультфильмы, возможно, сказочных персонажей. Мне очень понравилось здесь вообще. Я как бы пришла, я не знала, что здесь такая выставка будет, но мне очень понравилось. Все представленные инсталляции – дело рук воспитанников творческих кружков города. Ребята установили их в рамках конкурса «Там на неведомых дорожках». Теперь сказочные герои будут радовать жителей как минимум до дня города Латкарина. Я рада, что все удалось успеть смонтировать. Было задумано очень крупные фигуры, чтобы они в ландшафте нашего парка не потерялись. Вообще мы любим крупные объемы с детьми. Рисуем на ватманских листах. Скульптуры сегодня делали огромные. Сразу как тут прошли по скверу, сразу определили. Родились образы мгновенно буквально. Увидев деревья, яблоню такую с тремя ветвями, сразу решили, что это будет змеи горы на четырех главой. Вот огромные стволы деревьев. Тимофей, вот восьмилетний мальчик, решил, что это будет три богатыря и самостоятельно нарисовал вот трех богатырей. Камень, лежащий около тропинки, это рыбка золотая, тем более она в таком, в динамике, в движении как бы получилось. В другой части парка проходил флешмоб, в котором приняли участие почти триста лакаринских танцоров. Массовое шоу собрало большое количество зрителей. Тем временем явка на избирательных участках стабильно держалась на высоком уровне в течение всего дня. Наблюдатели отмечали небывалую для нашего города гражданскую активность. Среди пришедших отдать свой голос было немало тех, кто впервые получил возможность участвовать в выборах. Уже позже станет известно, что Луткарина оказалась в стройке лидирующих по явке городов Подмосковья. На каждом избирательном участке играет музыка. В центре города организованы массовые гуляния. Для луткаринцев этот день выборов стал настоящим праздником. Возможно, именно это и повлияло на такую высокую явку, которую еще до начала полудня начали отмечать сотрудники ЦИОМ. Скажите, пожалуйста, вы с выборов, наверное, никогда не живете? Да, с выборов. А все проголосовали? А вот супруг голосовала на этом участке. Я прописана просто в одном доме. А скажите, как настроить на избирательное участке сегодня? Позитивное. Ну а что, вон шарик подарить деревьям. То есть все это нормально, все хорошо. А за кого голосовали сегодня? Зарабьева. За действующего. Мы довольны властью, пока не довольны, что у нас сейчас в городе происходит. Это, конечно, не только от губернатора зависит, но и от мэра. А все в лучшую сторону происходит для детей, для подростков, для взрослых людей, для пенсионеров. У нас бабушка очень довольна тем, что делается. Скажите, пожалуйста, для вас день голосования можно назвать праздником? Ну, конечно. У всех людей настроение весело. Люди семьями собираются, выходят, встречаются с друзьями. Но я считаю, что это праздник. Ходили уже так голосовать сегодня? Да, я голосовал сегодня. И как вот ощущения, как настроение на избирательное участке? Ну, замечательно. Здесь мне нравится. Все красиво, много, много, более-менее. Как будто это мощное голосование, а какой-то праздник такой. Из страны всеобщий, нет большой. А за КАМ голосовали сегодня? Конечно, за Воробьев. Тоже за Воробьев. А почему? С чем сегодня такое решение? Ну, посмотрите, преобразился не только город, но и вся область. Поэтому я думаю, что будет это множиться, продолжаться. И, конечно, только за него. В день выборов в парке Декамир работал новый трехуровневый 15-сеструйный фонтан, который в тестовом режиме был запущен несколькими днями ранее. В пятом с фонтаном был установлен опытный образец скамейки. Всем желающим была предоставлена возможность протестировать и высказать свои пожелания главе города. Просто прелесть. Ну, просто прелесть. Сколько у вас их было, и кто же что-то делал. Помните. Умните. Первый раз в параду. Торжественное открытие фонтана намечено на День города. Ближе к вечеру были подведены итоги конкурса «Там на неведомых дорожках». Победитель был определен народным голосованием. Из-за студии имени Катюжанского набрала больше всех голосов. Наградили победителей глава города Евгений Серегин и первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Александр Красиков. Вы скажите, вот приятно то, что ваши старания оценили и вы заняли первое место сегодня? Да, мне очень это как бы нравится. Я очень рада. Даже не ожидала этого. Я рисовала на конкурсе сказочных героев. Каких? Это была жартистка. А приятно то, что оценили ваш труд и вы сегодня заняли первое место? Очень приятно мне, потому что место здорово. Спасибо большое. В это же время на территории школы номер пять развернулся настоящий праздник спорта. На поле нового стадиона, строительство которого завершилось буквально на днях, для латкаринцев с показательными номерами выступали воспитанники латкаринской детско-юношеской спортивной школы. Гимнастки, баскетболисты, футболисты, а также спортсмены секции карате и тэквондо, демонстрируя в своих выступлениях всю мощь и силу возрождающегося в городе массового спортивного движения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спортивный праздник на новом стадионе посетил глава города Евгений Серегин. По существу мы сегодня тестируем наш стадион у пятой школы. Ну, если посмотреть на историю развития нашего города, то за последние много, даже не одного десятка лет мы получили вот такой подарок, кстати, от правительства Московской области. Значит, стадион, значит, многофункциональный стадион с профессиональными покрытиями. Заметьте, вот как дети с удовольствием идут и здесь занимаются, значит, всеми видами спорта, те, которые предусмотрены на этом стадионе. Ну, соответственно, по день города мы открываем, так сказать, мы построили детский сад, стадион, бульвар Крупенина, женскую консультацию. Фонтан уже заработан у нас в городе, поэтому, ну, собственно, есть очень много поводов, и каждый год мы с вами по день города, значит, делаем какие-то определенные подвиги. То есть, ну, в данном случае подвиг – это, значит, строиться и вот расплодаться очередных объектов, которые я назвал. Ну, и, соответственно, это для нашего населения, для наших жителей. И заметьте, что каждый год мы открываем парк, значит, усадьбы Чернышева, в этом году сквер, значит, бульвар Крупенина. Это тоже как-то уже становится, так сказать, одним из уютных мест, где можно очень, так сказать, с удовольствием наши жители посещают эти места. Ну, я думаю, мы в этом плане будем дальше развиваться и обустраивать, так сказать, наш город. Ну, и я заметил, что у фонтана сегодня очень много людей каждый день, так сказать, вот мы его запустили, собственно, три дня. Ну, в дню города, ну, и это тоже определенный, наверное, значит, повод для того, чтобы можно было и радоваться, и отмечать это в праздничном таком плане, в праздничном настроении. Ну, в целом, я думаю, что обстановка нормальная, люди идут на выборы, все улыбаются, дети привели своих родителей на выборы. Поэтому всех хочу поздравить с праздником, пожелать всем удачи и успехов. Праздник продолжили стартовавшие турниры по мини-футболу и стритболу. Кто играет, честно? Это играют наши воспитанники, детские юноши спортивной школы, отделение футбола разных возрастов, начиная от 2000 года и заканчивая 2004 годом рождения. Осенний кубок мы называем так, это турнир. Сейчас, когда закончится турнир, будут награждать разными призами, и сладкими, и не сладкими, кто на какие наиграет призы. Расскажите, пожалуйста, вы планируете на этом поле заниматься или это только для учеников пятой школы? Нет, я так понимаю, что это не только для учеников пятой школы, потому что мы уже составляем расписание, и три или четыре дня в неделю мы будем это поле полностью занимать тренировками. Ну, согласованно, конечно, с пятой школой, с другой спортивной школой, но нам здесь время для тренировок выделяют. Что думаете о покрытии, хорошее, плохое? Ну, конечно, покрытие отличное, потому что такое покрытие позволяет тренироваться в любую погоду. Когда сверху идет дождик, и мы занимаемся на естественных покрытиях, там все равно грязь, поле портится. А этот поле позволяет, ну, практически любую погоду проводить, и тренировочные занятия, и игры. И, конечно, мы очень надеемся, что такое поле появится у нас на стадионе «Полёт». Оно нас очень сильно спасет тогда в плане учебно-тренировочного процесса. Впрочем, самую объективную оценку новому покрытию футбольного поля и баскетбольной площадки могли дать только сами юные спортсмены, которые первыми опробовали их в игре. Ну, а чем такое поле лучше обычного? Ну, его стричь не надо. Оно ровнее, чем. Тут не вылетают куски, как на обычном поле, кусок земли. И здесь нельзя, можно не спотыкаться. Понятно. Ну, и коленки чистые, да, наверное? Ну, а не больно падать? Нет. Ладно, расскажите, может быть, где-нибудь еще нужны подобные стадионы? Около седьмой, четвертый, четвертый. Седьмой, четвертый, первый. Ну, первый. Во всех школах. Скажите, просто вот нам, как людям несведущим, чем вот это покрытие-то, оно примечательное, удобно? Кроссовки не стираются подошли. Не используют. А падать? Вот, мягко. Не больно. По результатам проведенных игр победителем турнира по мини-футболу стала команда 2002 года рождения. После торжественной церемонии награждения глава города, поддавшись общему спортивному настроению, решил самостоятельно опробовать новое поле. Евгений Серегин дважды забил гол в ворота, показав таким образом настоящий мастер-класс юным футболистам по пробиванию пенальти. Артем Колесников, Ольга Белозерцева, Георгий Саркисян, Александр Тестов, Антон Шаманин, телеканал «Лэдкари». Здравствуйте, дорогие лэдкаринцы. Меня зовут Емельянова Надежда. Я представляю издательский дом spr.ru. При поддержке администрации города наш издательский дом готовит к выпуску ежегодный адресно-телефонный справочник. Мы приглашаем принять активное участие в его создании градообразующие предприятия, общественные организации, предприятия медицины, образования, бизнеса, организации сферы услуг. Телефон 8-926-473-60-27. Примите участие в общенародном конкурсе «Россия-10» и выберите 10 самых главных достопримечательностей, 10 самых красивых памятников, 10 самых ярких символов России. Коломенский Кремль. Жемчужина Подмосковья. Верный хранитель истории. Живой свидетель событий, ставших легендой. Коломенский Кремль в конкурсе «Россия-10». Голосуем вместе! В преддверии праздника Дня воинской славы во Дворце культуры «Мир» прошел праздничный концерт. Выбор даты этого праздника по определению не мог быть случайным. 8 сентября – день Бородинского сражения русской армии под командованием Михаила Илларионовича Кутузова с французскими войсками. Собравшихся в главном концертном зале города гостей с праздником поздравили глава администрации Латкарина Евгений Серегин, председатель Совета депутатов Василий Дерябин и председатель Совета ветеранов войны и труда Айкас Багратович Багдасарян. В своем выступлении глава города подвел итоги проведенных за лето строительных, ремонтных работ и сообщил новость о том, что последний принятый Советом депутатов в бюджет Латкарина достиг невиданной ранее цифры – 2 миллиардов рублей. После всех слов, сказанных о мужестве и подвигах российских воинов, глава города поздравил и наградил почетными грамотами и подарками латкаринских ветеранов, участников битвы на Курской дуге. Концертную часть программы открыли лауреаты фестиваля «Наследники Победы», исполнив всеми любимые песни военных лет, современные хиты и произведения собственного сочинения. Гвоздем программы стало выступление народного артиста Рината Ибрагимова. Ольга Белозерцева, Георгий Саркисян, телеканал «Латкари». Телеканал «Латкари» представляет широкий спектр рекламных возможностей. От рекламного ролика до имиджевого видеосюжета. От бегущей строки до видеооткрытки. Телефон рекламной службы 8495-979-44-18. Во вторник в парке усадьбы Латкарина горожане отпраздновали День Российской Гвардии. Праздничную программу организовали сотрудники Латкаринского историко-краеведческого музея. Отмечать День Российской Гвардии – традиция, установившаяся сравнительно недавно. Праздник был учрежден в 2000 году. Что касается нашего города, то здесь он и вовсе столь масштабно отмечается впервые. Может быть, этим и было обусловлено огромное количество пришедших на праздник гостей. Почетным участником мероприятия стал глава города. Евгений Серегин прежде не раз преподносил Латкаринскому музею подарки, имеющие весьма немалую историко-культурную ценность. Вот и теперь, в честь праздника, глава города выступил в роли дарителя. И призвал Латкаринцев, конечно, по возможности, поддержать и продолжить традицию безвозмездной передачи музею предметов старины. Я вот на всех мероприятиях, которые бываю, и призываю наших руководителей, наших жителей, может, действительно у кого-то завалялись какие-то ценные вещи, такие исторические, то приходите в наш музей, будет, я думаю, что наполняется такими элементарными историческими вещами, которые будут нашим детям рассказывать, что история нашей Великой России, она уникальна. В продолжении праздника сотрудники историко-краеведческого музея поведали собравшимся латкаринцам об истории российской гвардии и выдающихся подвигах, свершенных гвардейцами. Затем студенты Московского государственного университета культуры и искусств и латкаринские школьники в своих выступлениях воссоздали атмосферу XVIII века. В завершении программы почетные гости и участники праздника возложили цветы к памятнику героя войны 1812 года Александра Ивановича Чернышева. Музыка Надеемся, что такие мероприятия у нас станут традиционными и в парке будет множество и народных праздников, и торжественных мероприятий, и зимних каких-то забав. То есть, в принципе, мы уже над этим работаем. Еще что хочется сказать. Благодаря тому, что парк в прошлом году был благоустроен, музей, несмотря на то, что реставрация еще не закончена, но может уже делать такие уже более широкомасштабные массовые мероприятия, хотя бы вот в летнее и осеннее время года. Парк-усадьба Латкарина, на территории которого проводился праздник, является участником учрежденного губернатором Московской области конкурса «Парки Подмосковья» в номинации «Лучший проект по созданию нового парка». Долгое время эта латкаринская зона отдыха лидировала, но совсем недавно парк Дубрава городского округа Климовск сместил парк-усадьба Латкарина с занимаемой первой позицией на второе место. Голосование завершится буквально на днях. От победы латкаринский парк сегодня отделяет всего полторы-две тысячи голосов. Вы можете поддержать усадьбу Латкарина, посетив в интернете портал Московской области «Наша Подмосковья». Раздел «Отдых» – «Парки Подмосковья». С одного IP-атриса ежедневно можно голосовать трижды. Напоминаем, что победивший в конкурсе парк получит денежные субсидии на дальнейшее преобразование и благоустройство своей территории. Ольга Белозерцева, Георгий Саркисян, телеканал Латкари. Зарплата сотрудника патрульно-постовой службы – от 33 тысяч рублей. Зарплата офицерского состава – от 43 тысяч рублей. Обращаться по адресу. Городской округ Латкарина, улица Ухтомского, дом 30А. Контактный телефон. 8-495-552-0408. 8-926-007-0803. И 8-926-007-0804. В Латкарине отпраздновали юбилей Всероссийского общества инвалидов. На торжестве побывала Марина Лопаткина. Латкаринское отделение Всероссийского общества инвалидов было создано в 1988 году. Изначально оно занималось хозяйственными вопросами, такими как выделение земельных участков и распределением продуктов в трудные для страны времена. Руководителями общества в разное время являлись Александр Краснов и Людмила Михайлова. Сегодня обществом инвалидов в нашем городе руководит Нурия Магомедова. И оно насчитывает около 600 участников. 4 сентября организация отпраздновала свое 25-летие. 25. Это молодость, энергия, активность. И члены общества инвалидов это каждый день подтверждают, неутомимо участвуя в различных конкурсах, экскурсиях, создавая произведения искусства, занимаясь спортом. Только за это лето они приняли участие во всероссийских соревнованиях Парафес-2013, в спартакиаде инвалидов Московской области и областных спортивных соревнованиях в Подольске. Были на экскурсии в Госдуме, на шоколадной фабрике, на Ассамблее народов Подмосковья, чемпионате компьютерной грамотности среди пожилых людей. Стали участниками конкурса «Мое Подмосковье», выдвинув на номинации целых 5 социальных проектов и провели конкурс красоты «Суперледи 70 плюс». Работами, сделанными мастерицами общества, было украшено фойе музыкальной школы, где 4 сентября прошел праздник, посвященный юбилею организации. В праздничный день в зале собрались участники организации инвалидов и друзья общества, а таких оказалось немало. Поздравительное письмо передал председатель Московского областного отделения Всероссийского общества инвалидов Николай Зеликов. В ответ каждому из друзей общества пожилые люди приготовили дипломы и трогательные подарки. К примеру, глава города получил вышитую картину с изображением лошади. «С 88-89 года я каждый выходной сажусь на коня и легко вокруг карьера, в порядке поверяю, чтобы все знали. Вот у меня дочери мои тоже любят, маленькая, со мной ездит на лошади, и вот мы с ней собираем картины, потом всяких маленьких, уже и сувениры. И вот мать, ну что вы тут все не ложки вас кругом? Вот это очередная приятная вообще картина, это просто тепло на душу. Спасибо всем здесь присутствующим. Благодарственные письма, призы и цветы были вручены обществу главой города Евгением Серегиным, депутатам Московской областной думы Владимиром Тыцким, Управлением социальной защиты и Советом депутатов в лице Василия Дерябина. От имени Совета депутатов нашего города поздравляю вас с сегодняшним юбилеем. Желаю и дальше вам всем, вашей организации, работать так же активно, так же творчески, так же целеустремленно на благо нашего города. Я не оговорился, я считаю, что вот те успехи последних лет, ну которые, наверное, никто из нас отрицать не будет, успехи в развитии нашего города, они завоеваны в том числе и вашим отношениям к делу, вашим отношениям к положению дела в нашем городе. Поэтому ваш вклад действительно является, даже на сегодняшний день, ваш вклад в успехе нашего города является очень весомым. Я бы действительно считал это не пустыми словами, не похвальбой, это реально так и есть. Потому что вот ваше влияние на атмосферу городскую, на позитивное настроение нашего населения, оно очень велико. Несколько десятков членов общества в этот день также получили призы и благодарственные грамоты. А заключительной частью праздника стал красочный концерт с участием пожилых людей с поистине неограниченными возможностями. Марина Лопаткина, Александр Тестов, телеканал «Эткари». Здравствуйте, дорогие лэпкаринцы. Меня зовут Емельянова Надежда. Я представляю издательский дом SPR.ru. При поддержке администрации города наш издательский дом готовит к выпуску ежегодный адресно-телефонный справочник. Мы приглашаем принять активное участие в его создании градообразующие предприятия, общественные организации, предприятия медицины, образования, бизнесы, организация сферы услуг. Телефон 8-926-473-60-27. Телеканал «Эткари» представляет широкий спектр рекламных возможностей. От рекламного ролика до имиджевого видеосюжета. От бегущей строки до видеооткрытки. Телефон рекламной службы 8-495-979-44-18. 8-495-979-44-18. А сейчас новости футбола. Рубрика «Футбольное обозрение» с Романом Завьяловым представлена при поддержке компании «Славянское подворье-Л». 4 сентября на бывшей базе команд «Торпеда Москва», «Торпеда Зил» и «ФК Москва» в «Эткарине» в городке Зил состоялся матч первенства Либерецкого района среди юношеских команд. Символичным было то, что футболисты «Дюс» и «ФК» «Эткарина» принимали именно команду «Торпеда», но из города Люберцы. Первыми играли самые младшие юноши 2001-го и 2002-го годов рождения, тренер Алексей Садов. Наши юниоры победили со счетом 10-0. Следующие на поле вышли подопечные Евгения Вольперта, 1999-го и 2000-го годов рождения, и тоже выиграли со счетом 10-0. Завершали клубную встречу старшие юноши 1997-1998 годов рождения, которые расстроили своего тренера Владимира Шитова, проиграв 0-9. Юношеский футбол возобновился после летнего перерыва, поэтому пожелаем нашим юниорам побольше побед. 8 сентября, в единый день голосования, лыдкаринские ветераны футбола провели товарищеский матч на новом футбольном поле около школы номер 5. Встречались футбольные клубы «Кристалл» и «Сатурн». В первом тайме счет открыл Илья Аборин, выведя «Кристалл» вперед. «Сатурн» отыгрался, отличился Дмитрий Растегайлов. Во втором тайме Илья Аборин вновь вывел «Кристалл» вперед, сделав счет 2-1. Однако футболист команды «Сатурн» Сергей Потапов восстановил равновесие в счете. Илья Аборин снова забил, оформив хет-трик. Но футболисты «Сатурна» сегодня были по-спортивному злее. Сравнял счет в матче Дмитрий Растегайлов, а финальную точку поставил Сергей Потапов. 4-3 победила команда «Сатурн», проявив волю к победе. Участники матча отметили отличное качество газона на стадионе и посетовали, что во времена их новости в Латкарина не было таких условий для занятия спортом. 9 сентября матч первенства Либерецкого района среди мужских команд состоялся на стадионе «Полет». Футбольный клуб «Лзос» принимал ФК «Котельники». В начале встречи больше опасных моментов было у футболистов из «Котельников», однако первыми отличились латкаринцы. С передачи Кирилла Зобнина гол забил Борис Васильев, игравший в нападении. Константин Майоров обокрал защитника, вышел один на один и забил второй гол нашей команды. В конце первого тайма футболисты из «Котельников» смогли отыграть один мяч, сократив разницу в счете. Второй тайм приходил при недостаточном количестве естественного освещения, поэтому команды ничего не показали. 2-1 победила команда «Лзос». 11 сентября на стадионе «Полет» прошел матч первенства города Латкарина по футболу. Встречались команды «Титан» и «Ниццаам». Счет в матче ударом головой открыл Владислав Лобов, вывыв «Титан» вперед. Удвоил преимущество «Титанов» Роман Бахров. Через 10 минут Роман Бахров отличился повторно, оформив дубль. Во втором тайме зрители увидели автогол после углового удара. Владислав Лобов пробил поворотом, вратарь отбил мяч перед собой, а первым на добивании успел Сергей Дягилев, забив свой первый гол в сезоне и усыновив окончательный счет в матче. 5-0 победила команда «Титан». К вашему вниманию расписание ближайших футбольных матчей в городе Латкарина. Выражаем благодарность за помощь в съемках рубрики «Футбольное обозрение» компании «Славянское подворье.Л». Александр Тестов, Алексей Устинов, Роман Завьялов. Телеканал «Латкари». На этом у нас все. Познакомиться со всеми нашими выпусками, а также оставить свои комментарии и пожелания, вы можете на сайте www.latkarinodefistv.ru Смотрите нас на телеканале «Подмосковье» каждую среду в 20.00 и каждую субботу в 14.00. В студии была Ольга Белозерцева. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин